Седьмой класс, одиннадцатая серия. Одночлен. Одночлен – это произведение числовых и буквенных множителей. Любой одночлен можно записать в стандартном виде. Вот это одночлен произведения числовых и буквенных множителей, а это стандартный вид. Стандартный вид – это когда буквенные множители записываются в алфавитном порядке, а в первую очередь записывается числовой множитель. То есть выполняются действия сначала со всеми числовыми множителями, перемножаются, и результат умножения записывается в первую очередь. Это называется коэффициент этого одночлена. Давайте определим коэффициент данного одночлена. Минус 5 надо умножить на 4, это будет минус 20. И на минус 2 в квадрате, это будет на 4. Значит, коэффициент данного одночлена – минус 80. Так, он записывается в первую очередь. Так, а дальше надо записать буквенные множители. Они записываются в алфавитном порядке. Ну, и выполнить, конечно же, действия со степенями. А в кубе надо умножить на а в квадрате и умножить на а в первой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели складываются. 3 плюс 2 плюс 1 будет 6. Так, и затем B. Надо определить показатель. Здесь будет B в квадрате, B в квадрате, B в квадрате и B в первой. Значит, это будет B в седьмой. Вот это стандартный вид. Запись одночлена в стандартном виде. Если коэффициент одночлена равен единице, то он, как правило, не записывается. Так, первая задача. Запишите одночлен в стандартном виде. Так, прежде всего, надо перемножить все числовые множители. 3 надо умножить на 2, на минус 4, а здесь будет минус 1 в квадрате, это будет плюс 1. Так, значит, результат, если перемножить все числовые множители. Минус 1 в квадрате – это плюс 1. Так, получается минус 24. Так, дальше идет множитель. Вот А в степени. Здесь будет 6, здесь 3. А в первой. Значит, это уже 10. И А в квадрате, возведенное в квадрат. Значит, это 4. 10 плюс 4 – А в 14. Так, и давайте определим показатель у степени с основанием В. В во второй. В в пятой. Это уже В в седьмой. Складываются показатели. А здесь В во второй. Значит, будет В в девятой. Вот запись одночлена в стандартном виде. Вторая задача. Какая цифра будет последней после возведения числа 357 в степень 111? Итак, основание степени 357, показатель степени 111, интересует последняя цифра у значения степени. Итак, если основание степени оканчивается на 7. Значение степени зависит только от этой последней цифры. Последняя цифра. Последняя цифра значения степени определяется последней цифрой основания степени. Ну и, конечно же, показателем. Если бы показатель степени был бы равным единице, последняя цифра была бы 7. 7 в первой. Если бы показатель был бы 2, а основание оканчивается на 7, значение степени оканчивалось бы на 9. 7 и 7 – 49. Последняя цифра – 9. Так, если показатель степени равен 3, а основание оканчивается на 7. Значит, 49 надо умножить на 7. 9 на 7. Последняя цифра – 3. Интересует только последняя цифра. Так, ну и в четвертой степени 3 умножить на 7 – это будет 21. Последняя цифра – 1. А потом опять будет, если 7 в пятой будет 7, 7 в шестой будет 9 и так далее. Итак, если основание степени оканчивается на 7, то значение степени будет оканчиваться вот только на эти цифры. 7, 9, 3 или 1. Причем, если показатель степени – число, делящееся на 4. Вот если 7 в четвертой, 7 в восьмой, в двенадцатой, то есть если показатель степени делится на 4, то последняя цифра была бы 1. Вот если бы возводилось число 357 в степень 112, то тогда последняя цифра была бы единицей. Вот если бы показатель степени был бы 112. 111 на 1 меньше. Последняя цифра будет 3. Значит, в этой задаче ответ – последняя цифра 3. Третья задача. Делится ли на 10 значение выражения? Давайте определим последнюю цифру у значения каждой степени. Если основание оканчивается на 9, а показатель степени – число четное, последняя цифра будет 1. Потому что если основание оканчивается на 9, и если показатель нечетное, последняя цифра 9, а если четное – 1. То есть либо 9, либо 1, либо 9, либо 1. Так, если основание оканчивается на 6, последняя цифра будет 6. Если оканчивается на 5, последняя цифра 5. Вот независимо от того, каким будет натуральный показатель. Если последняя цифра у основания 1, значение степени будет оканчиваться на 1. Итак, рассматриваем только последние цифры у значений степеней и выполняем действие с этими последними цифрами. Значит, значение вот этого выражения будет оканчиваться на цифру 1. А если значение выражения оканчивается на цифру 1, то в таком случае значение выражения на 10 не делится. Чтобы делилось на 10, последняя цифра должна быть 0. А здесь 1. Значит, на 10 не делится. Продолжение следует...